Когда мы совершаем аскезы, то эти слои постепенно один за другим очищаются. И если я, допустим, пошел куда-то сегодня, прошел 40 минут, то завтра я проситил первый слой, допустим, за 48-50 минут, таким бодреньким шагом, небыстрым, просто нормальным, то если завтра я 50 минут пройду, то я опять буду прочищать тот же самый первый слой. И вот в этом вся проблема, потому что люди думают, ну я же легендача, я же двигаюсь, почему у меня давление? Потому что, чтобы тебе давление убрать, тебе надо двигаться до третьего слоя. А это значит, что 2 часа 40 минут надо уже раз в три дня где-то ходить, для того, чтобы снять динамическое напряжение. Я просто, есть термины, которые я ввел, чтобы вы не путались, энергии вечности пробиваются длительным движением, поэтому я называю динамическое напряжение. Динамическое значит, что оно пробивается динамикой, движением. Статическое напряжение – это энергия знания, потому что она статикой. И негативный тонус убирается постами. Человек не ест, и у него постепенно очищается от негатива, от токсинов в организм. Как вы думаете, что быстрее, какие блоки, какой блок из трех быстрее копится в организме? Самое быстрое, быстрое, быстрое копится. Вот статическое напряжение. Негативные знания копятся быстрее всего. Быстрее всего из равновесия выходит наше терпение. Быстрее всего выводится терпение из равновесия. Мы… Ну, страх не так быстро, да, возникает. Страх, тем более негативное настроение. Это надо еще постараться, чтобы человеку испортить настроение. А вот раздражительность появляется вот так. Да? То есть энергия знания или статическое напряжение – это самое первое, что происходит с человеком. То есть самое первое – копится быстрее. И, вот запомните правило, копится быстрее, убирается тоже быстрее. Вот если человек час-пять минут стоит неподвижно, он от негативного тома, от статического напряжения очищает весь организм. То есть весь организм наполняется энергией терпения, знания, воспалительные процессы в нем начинают проходить. Час-пять минут просто стоять неподвижно. И все воспалительные процессы ты начинаешь лечить сразу же. У тебя воспаление какое-то в организме. Ты думаешь, таблетки тебе помогут? Вот стой, не двигайся, час-пять минут. И сразу воспаление начинает лечиться. А хождение в воде – это тоже статик? Тоже статик, да. Потому что вода, она убирает нарушение энергии знания в организме. Вода эта была. Энергия воды фактически дает, восстанавливает энергию знания, энергия воды. Энергия воды. Вот если человек, допустим, во влажном климате находится, влага сильная. Воды нет, да, но есть энергия воды. И она тоже убирает статическое напряжение. Понятно? Или, допустим, человек живет рядом с морем. У него статическое напряжение легко убирается, а остальные виды напряжения могут кондиться оттуда. Макс, люди почему ездят на море? Чтобы нервы успокоить. Потому что там растет, море расслабляет, спокойствие возникает в море. Так, или нет? То есть все дело не в йоде. А? Все дело не в йоде. Не в йоде? Не в йоде. Не в йоге? В йоде. Йоде? А, йод. Я понял, зачем. Йод нужен, да, на море? Я понял. Желание йода вызвало такую реакцию. Или спокойствие. Спокойствие. У каждого человека случаются тяжелые периоды в жизни. Я знал о своем тяжелом периоде за несколько лет. И помощники тоже знали. Поэтому как раз в этот момент они на меня отняли соцсети. Все спланировано было вовремя. Вот. Ну, то есть у меня наступил тяжелый период. Я потерял соцсети. Сейчас вот YouTube. Там несколько YouTube. С моими лекциями я не могу там получать информацию сам. Потому что контролируют нечестные люди это все. Которые захватили эти соцсети. Ну, сейчас на сайте arsonobu.ru все, что с ним связано, это наши соцсети. Ну, там, в YouTube всего там 6000 человек. А есть YouTube по 400 тысяч там. 150 тысяч там. Это не я, который. Это добрые люди мне отвели эти проекты и потом их к себе прислали. Вот. Такие бывают люди добрые. И чтобы их простить, мне понадобилось много стоять в воде. Я вот это изучал, как можно прощать благодаря воде. Это потрясающе. Вот в воде стоишь, прямо проходит обида, чувство несправедливости, уходит из сердца. Сила такая вот, вода дает такую силу. Да? А можно вопрос? В воде в воде идет, то есть в бассейне тоже так? Я все вам расскажу. А вот это море, это стоящее, но быстрее влияет? Чем больше энергии воды, море сильнее, океан сильнее, речка сильнее, чем ванна. Но даже ванна будет все равно помогать. Допустим, если нет моря, то все равно ванна зато есть. Вот в Европе ванны нету даже в квартире. Это плохо. Нужна настоящая вода, чтобы быть здоровым. Как ты будешь быть здоровым без воды? Без воды и не туда, и не сюда. Просто чтобы ноги были в воде, да? Нет, все тело. Ну как ванна подсветила? Ванна такая вода. Не, ну как? Ну ты лег, и у тебя голова наружу. Не стоять надо. Лежать, да. Нет, ты стоишь, это аскеза. Вода чистит человека пассивно. Пассивно означает, ты можешь плавать там в воде, можешь лежать, можешь сидеть. Что хочешь делать, все равно будет чистка идти, потому что энергия воды чистит тебя. Сама энергия воды. А чтобы тебе чистить себя, тебе надо аскезус совершать. Когда человек не двигается, стоит, то у него чистка идет глубже. Но она происходит все равно с помощью этой же энергии воды, которая на психическом плане заходит в тебя в это время, как насосом организм закачивает эту энергию воды и спокойствие. Воды или спокойствие, это одно и то же. Вот снаружи это вода, а внутри это ощущается как спокойствие. И неподвижное положение тела, и вот засасывается энергия воды, пробиваются эти блоки, и у тебя увеличивается продолжительность жизни от этого. Потому что когда блоков в организме совсем нет, человек может умелеть только от старости. Он ни от болезни не умрет, ни от стрессов, ни от несчастных случаев, ни от чего. Только от старости. Классно? Я вам рассказываю знания о том, как умереть своей смертью от старости, а не от чего-то другого. Потому что когда несчастный случай, это тоже блок, только он находится не внутри тебя, а снаружи. Но это тоже твой блок. Если все это совершает аскезы, он даже пробивает и эти зоны, ну как бы, и он препятствует даже возникновению несчастных случаев даже. Но, конечно же, это полный гарантий нет, потому что эти несчастные случаи, это блоки, которые приходят из судьбы резко и неожиданно. То есть они, если у тебя тренированный организм, то ты выдерживаешь нагрузку и не попадаешь под влияние и сил. Когда человек попадает в несчастный случай, это значит, что его интуиция тоже пробита. Потому что всегда, когда у человека чистая психика, он чувствует беду и не пойдет туда, где она важнее. А если его пробило вот эта энергия, то он уже слепнет и не может уже ничего сделать. Поэтому важно аскез совершать молитву, чтобы предвосхищать события. И тогда они не происходят. Итак, запомнили, да? Каждый новый слой очищается вслед за предыдущим. То есть важно не каждый день что-то делать, а важно делать долго. Вот знание первое, которое вы должны получать. Если ты долго делаешь, ты лечишь глубину своего психики. Таким образом можешь долго жить. Второе правило. Когда вы совершаете аскезы, лучше это делать на свежем воздухе. Все равно энергия природы засасывается будет даже в доме. Но слабее. А если вы это делаете на свежем воздухе, конечно, будет лучше. Но на свежем воздухе в минус 20 бегать уже не всем можно. Потому что это экстремальная ситуация. И организм не каждого человека может принять такую нагрузку энергетическую. Чем больше плюс и чем больше минус, тем каналы человека, психические слои эти должны быть крепкими. Они должны быть очень сильными, чтобы принимать эту нагрузку. Иначе происходит перевозбуждение организма, перенапряжение. И поэтому ниже минус 15 уже я не рекомендую вам бегать именно на улице там, допустим, или стоять возле дерева. А можно это делать в спортзале. Все равно энергия будет засасываться, допустим, на беговой дорожке. Можно бегать. Или дома ее тоже поставить. И бегать, пожалуйста, дома. Тоже не надо бегать по льду, допустим. Можно подскользнуться и упасть. Вот опасно. То есть везде надо все делать с головой. Следующее правило. Энергия не всасывается у человека внутрь, если у него плохое настроение. И он не любит природу. Например, он вышел на улицу, боится ветра или боится холода. Ну, значит, ничего всасываться не будет. Твоя аскеза тебе только хуже сделает. Люди же некоторые физически работают целый день, допустим. Но у них почему-то при этом динамические блоки возникают. Потому что они работают с негативными эмоциями. Некоторые стоят. Вот есть люди, которые стоят целый день, допустим, продавцы. Почему у них копится статическое напряжение? Потому что они стоят с негативными эмоциями. То есть нужно радоваться аскезе. Нужно быть удовлетворенным, счастливым в это время. И тогда хорошая энергия будет в тебя засасываться. Следующее правило. Если вы стоите, допустим, и вам стало тяжело. Это хорошо или плохо? Вот это вы должны очень глубоко усвоить. Что если вы стоите и вам уже чувствуют, что сейчас упадете, это плохо. А если вы стоите, вам тяжело, но в целом нормально, это хорошо. Объясняю почему. Потому что когда ты стоишь и аскеза к блоку подходит, бывает блок настолько тяжелый, что ты не можешь его выдержать. И в этом случае надо ослаблять аскезу. Допустим, стоять, поэтому лучше всего возле стеночки. Ты стоишь возле стеночки. Если тебе плохо стало, ну прислонись к стеночке. Аскеза остается, но она слабее стала. И энергия просачивается сквозь блок, но его вот так вот не бьет в лоб. Потому что когда в лоб возникает эффект конденсатора, энергия скапливается, но резко прорывает, ты теряешь сознание. А, кстати, меня просили вас спросить. Вы хотите завтра провести такое, которое никогда не проходило в тюрьме? Это ретрит наш, молитвенный, который все мечтают. Все хотят вместо лекции? Все? А кто не хочет, тот хочет лекцию завтра, не хочет. Ну там ретрит означает, что я сначала вам рассказываю, как молиться. Потом мы все вместе хором желаем счастья. Так что в соседних домах все выпрыгают из форточек от счастья. Вот. А кто-то, это уже не лекция. То есть вы будете приходить в такой специальной обежде. Кто-то будет сидеть на полу. Кто-то стоять возле стенок. Кто-то останется на стуле. Будет громко... А возможность есть громко в музыке, чтобы очень громко звучало? Есть? Будет громко звучать молитвенная музыка, и мы будем все громко повторять. Я желаю всем счастья! Хотите? Да. Хорошо, тогда завтра приходим в специальной одежде, чтобы было не стыдно сесть на пол. Вот. Приходим с ковриками, тоже пол холодный, чтобы подстелить что-то можно было. Кто-то стоять будет возле стеночек, кто-то на полу. Три часа тоже длится мероприятие. Сначала я даю настройку, потом все вместе ретрит, и потом дальше уже разбор-полет. Нормально? Да. Хотите все? Хотите. Слышали это? Просто я одно боюсь, что если я один раз делаю, потом уже вы без них не сможете жить. Может, что онлайн? У нас много ретритов проходит онлайн, да. Постоянно. Ладно, хорошо. Делаем исключение для вашего города. Давайте руки подаем. Да, голосовать. Кто не хочет прийти к подниметелю? Так что я не знаю. Ну, всего четыре человека. Кто хочет? Остальные, кто не знает вообще, что это такое? Это мероприятие, которое колоссально меняет судьбу человека. Если человек побывает на таком мероприятии, он может пробить то, что в жизни, что ему не удавалось убрать годами. Ну, то есть у нас после ретритов, прямо во время ретрита, ретрит заканчивается, людям звонили и говорили, я возвращаюсь домой. Вот женщина сидела на первый ретритов после ретрита, она молилась за то, чтобы муж вернулся несколько лет. Прошла ретрит, и ей звонят прямо в конце ретрита, говорит, я решил вернуться, а он до этого вообще не звонил. Один мужчина, после ретрита ему сообщили, что его не будут сажать в тюрьму. Ну, это все, много таких историй. Когда люди вместе собираются, начинают проводить такое мероприятие, то очень сильно меняется судьба, влияние на судьбу идет очень сильно. Хотите? Ладно. Как говорят, слабо нет, просим гориться. Ладно, движемся дальше. Итак, вот это предыдущее правило, о котором я сказал, такое. Когда человек совершает аскезы, главная проблема в его жизни возникает тогда, когда начинается очищение организма. Ну, то есть, допустим, у него больное колено, он ходит, допустим, и у него начинает отныть это колено. Он начинает думать, что там, ну, все плохо становится. Он боится, потому что люди любой боли боятся в организме. И вот это микье означает лечение. И оно может ныть полгода, а потом пройдет, и вообще никогда болеть не будет уже. У меня так проболело, пока я бегал все в организме. Даже позвоночник два года ныл каждый позвонок. Я думал, наверное, это все-таки теория ошибочная, потому что невыносимо было. Уставал от этого всего. Но сейчас я бегаю как кони, и ничего не болит вообще. Все, наверное, все стерлось. Как они мне, друзья, говорили, у тебя коленка стирается, а у меня все стерлось, ничего не болит. Все классно. Это глупая идея. В организме все восстанавливается, просто нужна энергия. И когда восстановление идет, перестройка организма. Как вы ремонтируете квартиру, у вас во время ремонта бардак, а потом чисто становится. Что также в организме все то же самое. Идет ремонт, поэтому там что-то меняется, что-то замещает, что-то воспаляется. Воспаление само по себе нужно для того, чтобы ремонтировать. Почему воспаление все боятся врачи? Потому что энергии не хватает. Воспаление идет, энергии не хватает. Это превращается в хронический ремонт. Которым жить невозможно уже становится. А если будет снизу, нет? Все равно будет все восстановлено. Просто аскез надо больше... Есть одна женщина, ей 92 года. И она в Питере живет, она каждый день ходила, длительно ходила. И потом она заболела, легла в больницу. И она там проезжала 2 недели, и она не могла даже встать с постели. И она начала сначала шевелить пальцами, учиться долго. Потом кистями, потом руками, потом начала ногами вот так двигать, потом начала ползать, потом начала ходить, и потом она начала ходить долго. Это значит, что еще долго будет жить. Точно так же делает маленький ребенок. Он сначала двигает руками, ногами, потом ползает, потом ходит, потом бегает. Понимаете? Называется желание жить. Жизнь означает движение. Внутри тоже все движется. Энергия вечности, она... Желание жить означает движение. Нет движения, нет жизни. Ладно, я вам правила сейчас рассказываю, да? Итак, правило, когда начинает что-то ныть, не бойся, продолжай. Если остановишься, хуже будет. Потому что хронические болезни возникают от того, что человек останавливается, перестает это делать. Ты как бы запустил процесс, а энергии не даешь. Дальше что будет? Хуже. Если боль острая, значит сбавь скорость. Вот бежишь, острая боль в колене, значит энергия слишком сильно двигается. Сбавь скорость, иди. Не останавливайся, иди. Колено болит, иди, иди. Оно пройдет, представляете? То есть у тебя болит колено, ты идешь дальше, проходит боль в колене. Проходит третий слой, который с коленем связан, боль проходит. Это тоже доказывает, что это не моя вялотекущая срежественственная. А это правильная теория. Это все работает четко и ясно, без всяких сомнений. Следующее правило, вы должны знать, что вы после этой лекции уже не сможете жить обычной нормальной жизнью. Что вы получили знания, или вы будете делать аскезы, или будете чувствовать, что вы вздыхаете и все плохо. Поэтому придется ходить по графику. Нельзя останавливаться. Ходить, стоять и поститься по графику. Поэтому связаться с Олегом Геннадьевичем очень опасно. Вся жизнь меняется и планы были одни, а теперь надо другое делать. Сейчас все брошу и буду ходить. Ты можешь не бросать и не ходить, но придется потом ходить под себя. Или если не понимаешь, что значит ходить под себя, то когда могу по-другому сказать? Лучше журавль в небе, чем утка под кроватью. Хорошо, двигаемся дальше. Итак, начинаем изучать, что такое... Ну, мы, соответственно, мы говорили с вами о том, что самое быстрое копится статическое напряжение. И самое быстрее его, можно быстрее всего от него избавиться. И надо избавляться от него тоже в первую очередь, от этого статического напряжения, потому что оно в организме еще больше всего мешает. Допустим, если человек постится, то именно статическое напряжение вызывает у человека сильный голод, вызывает слабость во время поста и оморок. Ну, то есть, если ты не убрал статическое напряжение и постишься, то ты поститься не сможешь. И у людей возникает часто мысль, что мне пост не подходит, потому что мне плохо во время поста. А это связано со статическим напряжением, с динамическим напряжением. Поэтому на втором месте быстрее копится на втором месте динамическое напряжение. И самое медленно копятся токсины. Но именно они вызывают самое большое количество проблем в жизни человека. Токсины, которые копятся в организме. Они копятся медленно и убираются медленно. Токсины – это лишний вес, это атеросклероз, это наросты в суставах. Это все токсины, накопленные в организме. Это рак, это доброкачественные опухоли. Это все токсины на разной стадии развития. Коронавирус тоже возникает из токсинов. Понятно? Лечить это можно только с помощью поста. Но пока ты не будешь делать статику, не будешь делать динамику, о посте даже не мечтай. Потому что ты не сможешь этот пост делать, ты не выдержишь просто. Поэтому запомнили, да, правило? Сначала статика, потом динамика, потом пост. По-другому никак мы не мыслим. Так? Статика, допустим. Я вся дерганая, нервная. Или, конечно, я вообще не выстою. Нет проблем. Начинать с воды. А я не могу лежать в воде. Это признак тоже статического напряжения. Как определить, что у меня, какое напряжение сильнее? Если ты не любишь ходить долго, значит динамическое напряжение. Если не любишь воду и стоять на одном месте не любишь, значит статическое напряжение. А если ты не любишь голодать, значит токсины. Начинаем с воды. 28 градусов. Это вода не холодная, не горячая, а прохладная. Самое мягкое очищение организма. 70 минут ванна. Раз в три дня, в четыре дня ложимся в воду. В градусник для воды стоит копейки. Покупаем градусник, бросаем воду. Добиваемся с 28 градусов. Поддерживаем с 28 градусов. Добиваем теплой водичкой чуть-чуть. Режим 28 градусов. 70 минут очищаются все пять слоев психически. Раз в три-четыре дня. Через две недели у вас уже статическое напряжение в организме на 60% слабее. Блоки не прочищаются, а общее напряжение падает колоссально. Да? А Ваня Ивановна? Ну, расскажу другое. Немножко другое. Вот. Вот вы две-три недели полежали по графику. Потом смело можете стоять. Вы уже в оморок не упадете. Почему человек стоит, может упасть в оморок прямо. Стоит и лежит. У нас в Москве разок три человека упало во время лета. Стоят и стоят. Он говорит, я дома не падал. Энергетика же сильнее, когда все вместе. Поэтому энергетика сильнее двигается. И перегрузил человек. Он даже не заметил, как упал. Стоялся там. Свалился. Шрубанул. Я тоже делаю. Я каждый день делаю. Статику можно делать каждый день. Динамику пробежки раз в шесть дней. Если ты бежишь на все пять слоев, раз в шесть дней. Но я объясню. Статику. Если ты привык, можно делать каждый день очень хорошо. Я не привык. Потому что, что я не могу. Надо что-нибудь сделать. Отлично. Молодец. Я тоже сегодня сидел в алмазе час пять минут. Поклоны? Статику считается, на малипус, поклоны? Просто если сидишь по-турецки... Нет. Ты стоишь, но поклоны во время... Поклоны? Нет. Не считается. Ну, что-то будет, но не так сильно. Лучше не двигаться. Мысленный планчик. Можно кланяться. Уметь. Или отстояла час пять минут, а потом сколько хочешь кланиться. Ну вот если стоишь вот так неподвижно, можно рукой шевелить, глазами моргать, но если ты начинаешь болтаться, то все, это разрушается. Неподвижно позвоночник, ноги. Думать надо позитивно, молиться. Лучше всего статическая, когда ты не двигаешься, какая энергия у тебя двигается внутри? Усиливается какая энергия? Энергия знания, какая энергия нужна во время молитвы больше всего? Энергия знания, ты увеличиваешь энергию, знание у тебя, открытие происходит в сердце. Вот ты какой северный олень. Ну то есть стоишь в море, что-то там, внимание пришло. Неподвижное положение тела знания. Победа на цепь боли. Все, не спрашивайте, слушайте. Итак, ванне пролежали, это общая рекомендация для всех. Мы с вами разбираем методологию сейчас. Начало ванна. 28 градусов. Почему? Потому что большинство людей накопили уже статическое напряжение, и надо мягко как-то от него избавиться. Если у тебя не так много, можешь лежать в более холодной воде. А, например, в проруби, если человек стоит пять с половиной минут, он все пять слоев с половиной причает. Очень быстро и эффективно. Вот. Но это только тем очень людям, у которых очень сильные каналы могут в проруби пять с половиной минут выдержать. Люди с сильной энергетикой. Остальные все не выдержат. Вот. Поэтому 22 градуса это комнатная температура и 20 градусов это тоже уже холодная вода. На воздухе 20 градусов люди хорошо себя чувствуют. В воде идет чистка быстрая. Поэтому 20 градусов в целом где-то за 40 минут, за 35 минут. В общем, если вы хотите знать сколько минут, ну надо двигаться сколько вам минут с вашей скоростью. На сайте торсунов.ру. Это скрытая реклама пошла. На сайте торсунов.ру есть раздел материалы. И в этом разделе есть растет расчет времени аскез. Такой отдел. И там человечек в воде стоит, человечек бежит и человечек сидит. Все. Сидит это статика. Бежит эта динамика. В воде это вода. Все. Берете градусник. Ваша вода такая. Допустим, у вас дома вода 15 градусов. Вы можете в холодной воде. Отлично. Тогда залазите в холодную воду и при 15 градусов примерно за 25 минут вы очистите все пять своим холодом. Но потом надо заканчивать обязательно горячим. То есть надо потом согреться. Почему? Если 28 градусов лежал, согреваться не надо. Но ниже 24 градусов надо обязательно заканчивать горячим. Потому что иначе будет переохлаждение. Понятно?